Сын кенийского народа, изменивший мир. Это один из заголовков свежих газет в Найроби в преддверии визита президента США. Сын студента из Кении отправляется на родину отца, чтобы повысить уровень безопасности и дать новый импульс экономике этой страны. Кения самая американская страна Африки. Президента США здесь считают своим. На улицах Найроби реют звездно-полосатые флаги. Сегодня Барак Обама впервые в статусе хозяина Белого дома отправится на родину своего отца. Обама бывал здесь и раньше, однако нынешний статус лидера свободного мира придаёт визиту в одну из беднейших держав планеты особое значение. Основная цель посещения — конференция по вопросам безопасности и борьбы с международным терроризмом. Рядовые граждане также ждут от высокого гостя позитивных перемен. Я приветствую решение приехать к нам не только потому, что эта грядущая конференция важна, но и потому, что это родина его отца. Мы все его ждём и надеемся, что он приедет с подарочками. Подарочки в виде экономической помощи и финансирования социальных, гуманитарных и бизнес-программ американские лидеры привозят в Африку регулярно. Однако противодействие террористам и пиратам, в частности сомалийским, остаётся абсолютным приоритетом в таком нестабильном регионе, как Восточная Африка. Мы очень тесно работаем над расширением и усилением сотрудничества с американскими властями в борьбе с террором. Я уверен, что в ходе переговоров с президентом США мы в первую очередь будем обсуждать именно эту тему. Ведь такова обоюдно важная задача — освободить от зла не только Кению, но и весь мир. В Вашингтоне Кению считают ключевым союзником Запада в борьбе с экстремистской группировкой Аль-Шабаб, действующей главным образом в Сомали. На совести исламских террористов этой организации 148 жертв бойни в апреле этого года в одном из кенийских университетов, а два года назад, в сентябре 2013-го, боевики Аль-Шабаб устроили теракт в торговом центре Найроби. Тогда погибли 67 человек. Все эти атаки, помимо жертв среди гражданского населения, наносят гигантский вред местной индустрии туризма, одной из немногих приносящих стабильный доход в сфер экономики Кении.